На эти 60 тысяч, получается, купила холодильник вот такой, приобрели. Обеденную зону мы взяли с магазина, все. А еще кухонный гарнитур, диван и телевизор. Самую нужную мебель и технику Светлана купила на президентскую выплату. Правда, все это навье стоит в чужом доме. Своего Светлана и ее шестеро детей лишились два года назад. У нас не было дома. Позвонила соседка, говорит, Света, у тебя горит дом. Ну все, мы сразу побежали домой, прибежали, там уже все полыхает, весь дом. Там уже пожарники все-все стояли. Ну его два часа, получается, тушили. А дома остались только стены. В помощь многодетной матери Каменская защита дала 3000, Барнаульская 20. Дом на эти деньги не построить. Я пришла к батюшке, сказала, что нам жить негде, что у меня могут забрать ребятишек. Что можно, говорю, к вам на квартиру, мы будем платить, сколько скажете. Он говорит, ну вы зайдите, посмотрите, если вас устроят, я вас бесплатно даже пущу. Договорились, что кровь будет временным. Но уже два года большая семья не может поправить жилищное положение. Более того, священник до сих пор помогает семье продуктами. Это подвиг родить детей шестерых в это время. Как бы там ни было трудности, конечно, трудности где-то, может быть, с их стороны, может быть, какое-то неблагополучие. А она-то трудится, она, я считаю, что она нормальная мама. Она не внушается никакой работы. Она берет и метелку, и поломойку, и так далее, и тому подобное. То есть она старается. Семья Светланы Погорельце. По закону им полагается жилье. Но в Каменской администрации ей отказали в устной форме. Ее должны были поставить на очередь. То, что устно ей отказали, это, по сути, отказом не является. Ей необходимо обращаться именно письменно и получать письменный ответ от администрации. В случае, если это будет также отказ, то будет возможность его обжаловать. И сейчас Светлане помогают все неравнодушные. Так, во время съемки детям принесли одежду и школьные принадлежности. Люди говорят, что не помочь такой женщине просто невозможно. Как мама, она очень хорошая женщина, добрая. Всегда готова всем помочь, поэтому ей тоже хочется помогать. Сразу захотелось помочь чем-то, чем могли. Потому что очень хорошие люди. Вот только когда на хороших людей обратят внимание власти. Светлане, конечно, приятно такое отношение горожан. Но женщина мечтает, что когда-нибудь она сама сможет помогать более нуждающимся. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.